И всем привет! Меня зовут Никита и сегодня мы с вами сплетем вот такие вот интересные фигурки. Это такие карандаши. Плетутся они на крючке в технике луми-гуруми. И нам понадобится очень мало резиночек, примерно 60 штук. И это общий счет. И давайте уже посмотрим, что нам понадобится для плетения таких карандашиков. Для создания такого карандаша нам понадобится 13 резиночек розового цвета для ластика, также 32 резиночки желтого цвета для корпуса, 8 или 7 резиночек серого цвета, 5 резиночек черного цвета и также 10 резиночек телесного цвета, а также крючок и клипса. И давайте начнем плести. Разложим 7 резиночек и теперь давайте начинаем. Берем первую резиночку, накидываем ее на крючок, прокрутив 3 обороты. Раз, два и три. Теперь нам нужно проплести 6 резиночек в это кольцо. Возьмем первую резиночку, накидываем ее на крючок, продеваем ее через 3 оборотика, второй конец этой резиночки накидываем на крючок и крайнюю левую резиночку проводим через крайнюю правую. и сильно не затягивая и продолжаем плести теперь смотрите вводим крючок в эти три оборотика откуда у нас идет эта галочка я вот держу пальцами вот это три таких резиночки вводим сюда крючок в эти три полосочки берем следующую резиночку вторую накидывала на крючок и теперь продеваем эту резиночку только через три оборотика и у нас еще остается одна резиночка на крючке второй конец возвращаем на крючок и теперь крайнюю левую резиночку проводим через две правы вот так вот теперь снова заводим крючок в ту же петельку куда мы заводили недавно вот это такая дырочка тут она уже более видно заводим в нее крючок берем следующую третью резиночку накидываем на крючок продеваем через три оборотика второй конец накидываем на крючок и крайнюю левую проводим через крайние две правы снова заводим сюда крючок в эти три оборотика берем следующую четвертую резиночку накидываем ее продеваем только через три оборотика второй конец накидываем на крючок и делаем петельку продевая крайнюю левую резиночку через две правы снова сюда заводим крючок берем предпоследнюю резиночку накидываем ее продеваем второй конец накидываем на крючок и делаем петельку и последний раз в это кольцо заводим крючок Берем последнюю резиночку, продеваем второй конец, накидываем на крючок и делаем петельку. Первый ряд мы с вами сплели. Давайте почитаем количество петель. Первая на крючке, затем вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Все, так у нас и должно быть. Теперь возьмем клипсу и накинем ее на резиночку, которая на крючке. Приступаем к плетению следующего ряда. Разложим схему из шести розовых резинок. И приступаем. Теперь будем проплетать в каждую петлю по одной резиночке. Заводим крючок в первую петлю. Вот это первые две горизонтальные полосочки. Вот в них мы и заводим крючок. Берем первую резиночку, накидываем ее, продеваем только через вот эту петлю, через две полосочки. Второй конец накидываем на крючок и крайнюю левую резиночку проводим через крайние две правые. Это мы сделали петельку и так мы будем проплетать весь ряд. Теперь заводим в следующую петлю крючок, там где вот у нас здесь из этой петли есть такая галочка. И теперь в следующую заводим крючок, там где галочки еще нет. Возьмем вторую резиночку, проводим, второй конец накидываем на крючок и делаем петлю. Следующую заводим и проплетаем резиночку точно так же. Заводим крючок в петлю, берем четвертую резиночку и проплетаем ее. Заводим в предпоследнюю петлю крючок, берем резиночку и проплетаем ее. И в последнюю петлю заводим крючок, где у нас это клипса. Мы отмечали ей конец ряда и продеваем резиночку и проплетаем ее. Теперь снимаем клипсу и переодеваем ее на резиночку, которая у нас на крючке. Теперь мы начинаем уже плести корпус карандаша и разложим 6 желтых резиночек. И приступаем к плетению. Этот ряд плетется аналогично, только уже из желтых резинок. Заводим под первую петлю крючок и у нас идет смена цвета, поэтому мы сделаем сейчас такой не тугой узелочек. Продеваем эту желтую резиночку через все розовые резиночки, второй конец накидываем на крючок. Левую пройдем через крайнюю правую и не затягиваем. И как вы видите, у нас розовых резинок уже на крючке не осталось. Теперь в следующую петлю заводим крючок, берем вторую желтую резиночку и ее по обычному проплетаем. Точно так же, как мы проплетали розовые резиночки. В последующую заводим крючок, берем третью резиночку и проплетаем. Теперь заводим крючок под петлю и проплетаем желтую резиночку. Под предпоследнюю заводим, проплетаем резинку и под последнюю заводим крючок и проплетаем резиночку. И переодеваем клипсу на резиночку желтого цвета, которая на крючке. И смотрите, мы сейчас сплели один ряд желтого цвета и теперь нам надо сплести еще таких рядов 5 штучек. Можно разложить 5 кучек желтых резиночек и в каждой кучке по 6 резинок. И теперь мы будем проплетать еще 5 точно таких же рядов. Давайте сейчас с вами один ряд сплету, заводим крючок под первую петлю. Смотрите, это не вот эта маленькая, а вот эта вот следующая большая. Берем желтую резиночку и проплетаем. В следующую петлю заводим крючок, берем желтую резиночку и проплетаем. И так мы проплетаем все резиночки из этой первой кучки. Проплетаем четвертую резиночку, заводим крючок в петлю следующую, проплетаем пятую. И под последнюю петлю заводим крючок, где у нас клипсочка. И проплетаем шестую резинку. Переодеваем клипсу. И сплетите, пожалуйста, еще точно таких же 4 ряда. Точно так же, как я сейчас показал, как плести. Когда вы проплетете все ряды, ваша фигурка должна будет выглядеть так. Так, теперь разложим схему из бежевых резиночек и всего здесь 6 штучек. И давайте приступим к плести. Смотрите, мы теперь будем плести по-обычному, но только будем плести за переднюю стенку петли. Заводим в первую петлю крючок и смотрите, мы вынимаем крючок из одной задней петли. То есть, смотрите, мы можем завести вот под первую полосочку вот этой вот петельки, которая находится ближе к нам. Вот эта полосочка, еще раз показываю. Вот у нас петля, есть задняя стенка и передняя, которая находится к нам. И заводим в эту полупетельку, которая находится ближе к нам. Возьмем резиночку бежевого цвета. У нас идет смена цвета, поэтому делаем не тугой узелок. Продеваем эту резиночку через все резинки с крючка, второй конец накидываем на крючок и делаем петельку. Теперь заводим под следующую переднюю стенку, в следующей петле, ту полосочку, которая находится ближе к нам. Берем вторую резиночку, продеваем ее только через желтую, второй конец накидываем на крючок и делаем петельку. Теперь в третьей петельке, под переднюю стенку заводим крючок и проплетаем резиночку. Теперь под следующую петлю, под полупетельку, которая находится ближе к нам, заводим крючок и проплетаем четвертую резиночку. Затем под следующую полупетельку заводим крючок, проплетаем пятую резинку. И под последнюю полупетлю, там где у нас клипса, переднюю заводим крючок и проплетаем последнюю шестую резинку. Снимаем клипсу желтой резинки и переодеваем на бежевую резиночку. И мы доплели этот ряд. Теперь будем делать убавления. Смотрите, как мы будем это делать. Заводим крючок в первую петлю. Первая петля это не вот эта вот маленькая, а следующая, которая идет после нее. Завели в нее крючок и проплетаем резиночку по-обычному, как мы всегда и проплетали. Так, тут у меня очень другая сделалась петелька. Так, все. И теперь заводим в следующую петлю под переднюю полустенку. Вот как мы заводили тогда, вот здесь вот, в прошлом ряду. И теперь заводим крючок под следующую петлю, под заднюю полупетлю. И теперь проплетаем эти две петельки вместе. То есть делаем убавление. И теперь проплетаем в следующую петлю обычную резиночку. И заводим крючок в ту петельку, там где у нас клипса. И сейчас мы возьмем уже резиночку черного цвета, накидываем ее на крючок. И продеваем ее через все резинки. Второй конец накидываем на крючок. Все, снимаем клипсу. Теперь мы больше не будем плести бежевыми, а будем плести черными. И будем точно так же проплетать одна резиночка и дальше убавление. И сейчас мы должны сделать с вами убавление. Теперь заводим под следующую петлю и здесь мы проплетаем одну резиночку. И теперь нам надо сделать с вами убавление. Последние петли у нас две петли как раз осталось. Теперь возьмем черную резиночку и делаем узелок. То есть продеваем через все резиночки. Второй конец накидываем на крючок и крайнюю левую резиночку проводим через крайнюю правую и затягиваем. Теперь нам надо спрятать эту резиночку, резиночку узелка. Заводим крючок под внутренность карандаша. И выводим крючок ближе к резиночке. И накидываем эту резиночку и прячем ее внутрь. Так, все. И наш карандаш почти готов. Но теперь нам надо его с вами обвести серым цветом. Приготовим наши серые резиночки и посмотрим на наш карандаш, а именно на розовую часть. Смотрите, у нас есть желтые резиночки петельки и розовые. Вот мы заводим под розовую петельку. Вот так вот. Выбираем любую, которая находится снизу. Возьмем резиночку серого цвета, накидываем ее. И проплетаем обычную петельку. Продеваем через эти розовые резиночки. Второй конец накидываем на крючок. И крайнюю левую продеваем через крайнюю правую. Теперь в следующую петлю, которая находится более левее, под розовую заводим. И проплетаем резиночку. Теперь под следующую. И так мы оплетаем полностью всю розовую часть карандаша. Это мы заводим крючок под вертикальные вот эти петельки. Вертикальные такие вот две полосочки. Я дошел до начала. Так, у меня тут немножечко расплелось. Так, вот я дошел до начала. И смотрите, что мы делаем. Мы заводим крючок под вот эти вот две серые полосочки. Под вот эту узкую петельку. И берем последнюю серую резиночку и продеваем ее через все резинки с крючка. Второй конец накидываем и крайнюю левую продеваем через крайнюю правую. И затягиваем узелочек. Теперь спрячем эту резиночку точно так же, как мы прятали розовую, вовнутрь нашего карандаша. Так, все, спрятали. И вот такой вот карандашик у нас с вами получился. И вот такие вот карандаши у меня получились. Я надеюсь, это видео вам понравилось. И вы вместе со мной сплели вот такие вот замечательные фигурки. Если это так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях ваши просьбы и пожелания, что мне сплести в следующий раз. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok